Вероятно, еще в каменном веке девушки с низкой социальной ответственностью, натурой, охотно расплачивались с охотниками за кусок мамонта. Впрочем, тогда все было проще, ибо самого понятия «семья» еще не существовало. Индустрия взрослых услуг процветала в древнейших цивилизациях Месопотамии, о чем есть свидетельство в кодексе Хамурапи, написанном еще в 18-м столетии до нашей эры. Весьма популярна любовь за деньги была и в античном мире. Существовало множество разновидностей таких девушек, часть из них работали в уличных домах, другая оказывали свои услуги в стенах храмов, были и уличные жрицы любви. В Древнем Риме торговля телом приобрела такой размах, что властям пришлось принимать специальный указ, который запрещал знатным женщинам торговать своим телом. Даже всеобщее распространение христианства не смогло искоренить это дело. Несмотря на абсолютную идеологическую несовместимость, католическая церковь относилась к продажной любви неоднозначно. Конечно, церковники осуждали это, но при этом считали ее меньшим злом. В этом ролике мы расскажем, как жили девушки с необычной профессией в средневековой Европе. Во что одевались, как привлекали клиентов, во сколько оценивали свои услуги. Ух, будет сегодня очень жарко. Меня зовут Семен и рубрику «Как жили» объявляю открытой. Начинаем! Торговля телом в средневековье. Отношения властей и церкви. Средние века – интересный и крайне противоречивый период европейской истории. Казалось бы, полный контроль католической церкви над всеми аспектами жизни общества поставит крест на индустрии продажной любви. Но этого не случилось. Более того, строгие церковные ограничения взрослой жизни и огромное количество неженатых мужчин в Западной Европе породили парадокс. Древнейшая профессия стала повсеместным явлением, которое стремились не запретить, а лишь упорядочить. Однако для самой женщины подобное занятие было, конечно же, очень позорным. Церковники, конечно, называли это грехом, но при этом считали, что без этого никак не обойтись. Блаженный Августин прямо сказал по этому поводу. «Если вы изгоните блудниц из города, то он разрушится из-за похоти». Обыватели прислушались к словам авторитетного святого и принялись грешить. Словно делали это в последний раз. Более того, священнослужители нередко сами оказывались в авангарде этого праздника жизни и давали не самый хороший пример в своей пастве. Считается, что церковники ударились во все тяжкие после официального запрета жениться, который в 1074 году выдал папа Григорий VII. Видимо, целибат многим священнослужителям оказался сильно не по душе, поэтому уровень разврата среди них просто зашкаливал. При некоторых церквях и монастырях возникали специальные комнаты для встреч с девушками. В Испании, например, существовала целая категория девушек по вызову, которая специализировалась на обслуживании монахов. Не обрезговали священники и борделями, хотя официально вход в подобные заведения для них был запрещен. Более того, иногда епископы сами держали бордели, совмещая приятное с полезным, ибо это всегда было крайне прибыльным делом. Это не считалось зазорным, и это были весьма солидные деньги. Опять же, церковь всегда стремилась контролировать наиболее любвеобильных барышень, ибо считалось, что женская сексуальность напрямую связана с ведьмовством. А этот грех был куда более серьезней блуда. Светские власти относились к этой взрослой профессии крайне благожелательно, ибо она приносила большие барыши. Средневековые бордели не были частными предприятиями, обычно они принадлежали городам, и любой средневековый город скорее бы отказался от ратуши, чем от такого жирного источника дохода. В отношении этого городским властям приходилось решать две задачи. С одной стороны, они стремились увеличить количество клиентов женских домов, ибо они приносили немалые деньги, а с другой, были вынуждены контролировать этот крайне специфический вид деятельности. Поэтому сфера этих услуг в Средневековье была жестко регламентирована, а нарушители правил ожидали весьма суровые наказания. Жизнь средневекового борделя Типичный средневековый бордель был муниципальным или государственным учреждением с жесткой цеховой организацией. У каждого подобного заведения был хозяин или хозяйка, которая следила за порядком и отчитывалась перед городским советом. В некоторых городах их даже приводили к присяге. Сами же бордели обычно называли женскими или общими домами. Домами дочерей и домами распутниц. Чтобы меньше смущать добропорядочных граждан, бордели обычно располагали вдали от центра города. Нередко они образовали целые улицы или даже кварталы. Так было, например, в Париже, Неаполе, Гамбурге, Валенсии. Нередко доступ к подобным районам осуществлялся через специальные ворота, время работы которых регламентировалось. Ну а местные остряки придумали для подобных веселых кварталов пикантные названия. Женский переулок в Нюрнберге, Заколок Дестенец в Вене, Переулок Рос в Берлине, Розовая долина в Лепциге или Сладкий уголок в Констанции. Понятно, что далеко не все из них были цензурные. Так, например, одна из бордельных улиц Лондона получила название, которое литературно можно перевести как «Улица мягкого женского органа». Внутри бордели обычно имели несколько спаррин, где девушки принимали своих гостей. Помещение для попоек и общих собраний, а также ванны, комнаты и кухни. Судя по воспоминаниям современников, многие публичные дома отличались роскошным убранством. Некоторые из них имели даже собственные бани. В городских бюджетах ремонт домов терпимости обычно шел отдельной статьей расходов. Внешне бордели также отличались от обычных зданий. Как правило, около входа размещали специальный фонарь или ставили фигурные решетки на окна. В некоторых городах передписывалось красить фасады подобных заведений в красный цвет. Иногда их стены укражали изображением цветов и животных. Время работы борделей в средневековых городах жестко регламентировалось. Обычно запрещалось принимать клиентов в первой половине дня, в церковные праздники, а также во время всех постов. За соблюдением этих правил строго следили. Нарушительницам грозили суровые наказания, самым мягким из которых было изгнание из города. Если же говорить о типичной обстановке в женских домах, то там было очень опасно, о чем свидетельствуют многочисленные записи тех лет. Говоря иными словами, многие публичные дома напоминали настоящие разбойничьи притоны, посещать которые было опасно не только для кошелька, но и для жизни. Посетителя могли обокрасть, раздеть, избить, а после просто выбросить на улицу. До нас дошли многочисленные иллюстрации, на которых девушки легкого поведения ласкают мужчину, одновременно обчищая его карманы. Однако даже такие опасности не останавливали желающих получить продажной любви. Кем они были? Теперь следует сказать несколько слов о самих работницах средневековой индустрии для взрослых. Женщины начинали торговать своим телом не от хорошей жизни, ибо участие в подобном бизнесе было подобно клейму, от которого отмыться было практически невозможно. В бордель обычно шли из-за бедности, потери социального статуса, неблагополучности семьи или окружения. Четыре из пяти жриц любви принадлежали к низшему сословию. На работу предпочитали брать молодых иногородних девушек с хорошим здоровьем и привлекательной внешностью. Относительно выбора клиентов действовали следующие правила. Запрещено было обслушивать юношей младше 16 лет, а также мусульман и евреев. Увидя обрезанный орган, христианская девушка обязана была отказать в близости. Также в дома терпимости не допускались женатые мужчины и священнослужители. Понятно, последнее правило нарушалось сплошь и рядом. Под абсолютным табу находились другие виды услуг, которые считались нечистыми и особенно греховными. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Для саити допускалась лишь миссионерская поза. Церковь рекомендовала ее не только для занятия в однобрачном ложе, но и для бороделей. Личная гигиена Правила предписывали жрицам любви блюсти себя в чистоте. До наших дней дошли рекомендации итальянского врача Тро Тула о том, как женщина должна готовиться к встрече с клиентом. Этот эскулап советовал девушкам тщательно мыть внутренние органы с помощью пальца, завернутого в шерстяную материю, а затем пользоваться присыпками и розовой водой. Так что в Средневековье все это должно было быть чистым. Хотя это, конечно же, зависело от хозяйки борделя. В средневековых публичных домах уделяли много внимания здоровью девушек. В борделях практиковались регулярные медицинские осмотры. Девушек с разными заболеваниями не допускали к обслуживанию клиентов. Кроме того, им запрещалось работать в период беременности и во время месячных. Церковь не одобряла использование контрацепции, ибо продолжение рода в ее глазах являлось единственным оправданием плотских утех. Однако для жриц любви это была насущная необходимость. От нежелательной беременности защищались разными травяными настойками и кремами. Их изготавливали уличные эскулапы. Одежда Одежда жриц любви также регламентировалась. Правда, в этом вопросе власти бросались от одной крайности в противоположную. То требовали от работниц взрослых услуг неприметности, дабы они не раздражали приличных граждан. То, наоборот, предписывали носить какие-то заметные аксессуары в наряде, чтобы нельзя было спутать их с порядочными женщинами. Последний подход обычно преобладал. Так, например, в Венеции от девушек требовали носить пестрый галстук. В Лейпциге и Дрездене – желтые плащи. В Любике – черную ленту на чепце. А во Флоренции – колокольчики на головных уборах. Девушки Пьемонта должны были таскать несуразный чепчик с огромными рогами. От Сюриха – красные шапочки. Вот и думаете теперь, кого на самом деле сожрал серый волк в знаменитой сказке. Но главное – девушки не должны были выглядеть слишком дорого-богато, дабы не искушать благочестивых женщин и девушек. Им запрещалось носить изящные наряды и украшения – меха, золотые пуговицы. Много ли вообще их было? Каждый крупный европейский город обязательно имел один или несколько борделей. В Париже на 200 тысяч горожан приходилось примерно 5-6 тысяч работниц этой сферы. По воспоминаниям Жака де Витри, епископа и хрониста в Париже 12-го столетия, они были буквально повсюду. Они затаскивали в бордели прохожих, включая и священнослужителей. Тех же, кто отказывался от предложенных услуг, девушки обзывали садомитами. Крупнейшими центрами взрослых услуг в Средневековье были большие торговые города. Там всегда было много молодых и надолго оторванных от дома мужчин – купцов, моряков, наемников. Огромное количество веселых девушек было в университетских кварталах. Тем более, что студенты не имели права жениться до окончания учебы. Они были завсегдатиями веселых домов. Не меньше их было и в городах, где располагались самые известные католические святыни. Там услугами девушек пользовались пилигримы. Вот такая вот двойственная мораль Средневековья. Главным центром, куда ездили развлекаться, считалась Венеция. По оценкам современников, к началу 16 века в городе насчитывалось около 11 тысяч девушек, что составляло примерно 10% всего населения. Но Венеция, конечно, была исключением. Так, например, во французском Дижоне в конце 15 века было 8 небольших борделей, в каждом из которых работало от 3 до 5 девушек. Понятно, что речь идет только о легальных, зарегистрированных официальных жрицах любви. На самом деле, их было, конечно, гораздо больше. Кроме борделей, это происходило еще и в общественных банях. Там за весьма умеренную плату можно было получить отдельную комнату с девушкой или привезти собственную подругу. Ну и не следует забывать об индивидуалках. Женщинах, которые оказывали взрослые услуги на свой страх и риск. Сегодня трудно сказать, сколько их было, но счет точно шел на многие тысячи. Власти боролись с нелегальными работницами, потому что они лишали прибыли официальные публичные дома. Наказания за подобный промысел были весьма суровыми. От позорного столба до отрезания носа и клеймения. Однако это помогало мало, ибо по воспоминаниям современников, подобные девушки были практически повсюду. Любопытно, что среди индивидуалок было много замужних женщин. И их супруги не только знали об этом, но и нередко выступали в роли суденеров. В подобной ситуации побывал знаменитый французский средневековый поэт, вор и преступник Франсуа Вион. Его гражданская жена подрабатывала этим, а он искал и приводил ей клиентов. Не только в мирных городах Эта профессия процветала не только в городах. Ни одна война в Средневековье не обходилась без женщин легкого поведения. Обычно любое войско сопровождал огромный женский обоз, который иногда насчитывал до нескольких тысяч продажных женщин. В средневековых армиях даже существовала специальная должность фельдфебель над девушками, которым подчинялись все представительницы этой профессии. Фридрих Барбаросса перед началом крестового похода изгнал из своего лагеря 500 девушек легкого поведения и запретил своим воинам брать с собой боевых подруг. Когда же и это не помогло, он приказал рубить носы пойманным девушкам. А вот знаменитый герцог Карл Смиле держал при своем войске 4000 девушек. Во время осады Нейса он организовал из них отряд и отправил копать рвы. Даже выдал собственное знамя с изображением голой девицы. Военачальники считали это в армии нормальным явлением и не препятствовали. Более того, лучшие девушки шли в постель высших чинов и их окружению. К тому же женщины не только оказывали взрослые услуги солдатам, но и ухаживали за ранеными. Готовили пищу, стирали и ремонтировали одежду. Торговали разной мелочью необходимой бойца. Они стойко переносили все тяготы походов, иногда их даже привлекали для строительства укреплений. Рыцарский турнир Средневековья был особенным событием, собиравшим массу народа самых разных сословий. Естественно, что подобные мероприятия привлекали множество барышень, желавших заработать на продажной любви. От обычных крестьянок, случайно попавших в бордель, до изысканных куртизанок, предлагавших свои услуги дворянам. Были и более интересные случаи. Так, например, главным призом рыцарского турнира 1279 года в Магдебурге была одна из таких девушек. Именно за нее бойцы сражались и рисковали собственной жизнью. Интересно было бы взглянуть на эту красотку. Даже такое святое дело, как крестовые походы, не обходилось без девушек легкого поведения. Буквально толпы доступных женщин отправлялись на восток вместе с крестоносцами. Об этом, например, сообщает монах Бертольд, современник первого крестового похода. Он считал поражение крестоносцев наказанием за их распутство. Говорят, что благочестивый французский король Людовик IX святой был очень удивлен, когда по прибытию в святую землю обнаружил в соседней палатке группу веселых девиц. Какова была их дальнейшая судьба? Как я уже говорил ранее, эту профессию женщины редко выбирали от хорошей жизни, ибо подобная стезя редко приносила счастье и благополучие. Сюжеты, напоминающие фильм «Красотка», в те времена случались крайне редко. У них было только два пути возврата к добродетельной жизни – замужество или монастырь. В 1198 году папа Иннокентий III даже пообещал мужчинам, женившимся на куртизантках, полное отпущение грехов. Логика подобного решения очевидна – мол, спас блудницу, получай награду. Правда, очень сомнительно, что многие захотели получить подобную индульгенцию. Нужно сказать, что власти многих городов действительно старались облегчить переход гулящих женщин к честной жизни. Например, в Гасларе городские власти предлагали за них приданное. В Галле был даже соответствующий фонд. Частью христианской церковной идеологии были образы раскаившихся грешниц, таких как Мария Магдалина, Мария Египетская. В 1227 году для желающих порвать со старым был учрежден специальный церковный орден Марии Магдалины. Они поступали в монастыре этого органа, где молились, занимались физическим трудом, собирали подаяния на улицах, ухаживали за больными. Со временем орден обогатился и оброс собственностью. Однако о нравах, царивших в нем, ходили разные слухи. Огромный удар по индустрии и проституции нанесло появление сифилиса. Эту болезнь, вероятно, завезли из Америки, и она стремительно распространилась по континенту. Очень быстро в Европе разразилась настоящая эпидемия сифилиса, а публичные дома превратились в очаги инфекции. Поэтому же в новое время бордели в Европе были взяты под жесткий полицейско-медицинский контроль. В новое время границы мира резко раздвинулись. Изменилась и психология европейцев. Религиозная мораль стала отходить на второй план. Люди поняли, что заниматься любовью можно не только в миссионерской позе. Последующая за средневековьем эпоха Ренессанса стала звездным часом Куртизаны, которые возрождали традиции греческих гетер и римских матрон. Но это уже совсем другая история, достойная отдельного рассказа. Если она, конечно же, вам интересна, то тогда, естественно, пишите об этом мне в комментариях. И до скорых встреч. Пока. Продолжение следует...